итак друзья сегодня у нас с вами второй этап мы вяжем игрушку я извиняюсь за свой голос немножко приболела и сегодня свяжем туловище правильный ответ кто это будет уже есть в комментариях под прошлым видео поэтому кому интересно можете прочитать ну а кто хочет интригу то я называть пока игрушку не буду сегодня свяжем с вами тело итак начнем если у вас есть какие-то пожелания по поводу вязания как мне лучше показывать там или еще что то то пишите в комментариях потому что повторюсь вижу вот так вот на камеру первый раз даже не знаю все методом проб и ошибок и так приступаем к вязанию начинаем как обычно с кольца амигуруми либо волшебное кольцо есть где-то встретите его еще так называют я обматываю вокруг пальца делаю петлю и дальше уже делаем столбики без накида значит первый ряд у нас 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми пишите кто уже вяжет со мной что у вас получается можете instagram фотографии свои скидывать мне в instagram либо на своей страничке отмечать мою страницу так значит 6 и теперь у нас с вами второй ряд второй ряд это 6 прибавок значит 6 прибавок то есть по два столбика без накида каждую петлю как вообще понятно вам непонятно кто еще не ни разу не взял кто вяжет впервые тоже пишите хочется обратную связь от вас чтобы знать что это все не зря что занимает вот именно снятие на камеру занимает очень много времени как-то медленнее вяжется сижу здесь в обнимку со штативом так вот у нас последняя прибавочка второй ряд закончили в ряду у нас 12 петель пересчитаем 2 4 6 8 10 12 на третий ряд 1 столбик без накида прибавка и так мы будем с вами доводить до десятого ряда в десятом ряду 8 столбика без накида и затем в девятую петлю прибавка будем по порядку значит столбик без накида прибавка ставлю маркер не сбить зато буду болтать часами здесь тоже простая схема единственное что на убавка будет немножко по-другому потому что нам нужно будет с вами выделить пузико нашей милашки прибавка в последнюю петлю значит у нас третий ряд с вами в ряду 18 петель получается вяжем четвертый ряд четвертый ряд вяжется по схеме 2 столбика без накида прибавка в каждую третью петлю так поехали и прибавка в каждую третью петлю в конце четвертого ряда у нас с вами 24 петли вяжем пятый ряд это у нас идет три столбика без накида прибавка в каждую четвертую петлю в конце ряда проверяем себе у нас должно получиться 30 петель у нас три столбика без накида я когда смотрю в камеру я вижу очень медленно и прибавка вяжем до конца ряда довязали пятый ряд 30 петель у нас в пятом ряду вяжем шестой ряд и как вы можете догадаться здесь у нас 4 столбика без накида и в каждую пятую петлю мы сами делаем прибавку 4 прибавка 1 2 3 4 прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно с вами получиться 36 петель а дальше вяжем седьмой ряд это пять столбиков без накида прибавка в каждую шестую петлю приступаем два три четыре пять и в каждую шестую петлю у нас с вами идет прибавка вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться с вами 42 петли дальше вяжем восьмой ряд и здесь 6 столбиков без накида и прибавка в каждую седьмую петлю то есть как я вам говорила нам нужно довести до 60 столбиков вернее до 60 петель так 4 5 6 прибавка в седьмую петлю и в конце ряда у нас с вами получается 48 петель продолжаем вязать провязали восьмой ряд у нас с вами 48 петель должно получиться в конце ряда не забываем проверять себя если вы еще не уверены первый раз вяжете игрушку это нормальная практика также если сбились где-то считаем ряды на 1 2 3 4 5 6 7 8 38 рядов мы с вами провязали теперь у нас 9 ряд и здесь идет 7 столбиков без накида и в каждую восьмую петлю мы с вами будем делать прибавку уже немножко осталось нам с прибавками продолжим вязать дальше 3 4 5 6 6 7 7 и в восьмую петлю делаем прибавку вяжем до конца ряда в конце ряда у нас с вами 54 петли должно получиться и теперь вяжем последний ряд с прибавками 10 и здесь у нас будет 8 столбиков без накида и в каждую девятую петлю будем с вами делать прибавку и на этом наши прибавки закончится продолжим дальше основное вязание 6 6 7 8 и теперь в девятую петлю делаем прибавку вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться с вами 60 петель довязали с вами 10 ряд у нас 60 петель получилось и теперь будем вязать просто столбики без накида никаких убавок и прибавок не будет мы с вами свяжем 15 рядов то есть с 11 по 25 ряд просто 60 столбиков без накида в каждом ряду давайте первый ряд я свяжу вместе с вами а потом еще 14 вы уже свяжите самостоятельно и я к вам присоединились когда довяжите просто столбики без накида 60 штук вяжем и так повторяем 15 раз придаем нашему туловищу форму набьем с вами в конце не будем в процессе вязания потому что там останется достаточное количество открытых петелек чтобы ставить наполнитель поэтому не вижу смысла набивать в процессе не если честно не люблю набивать в процессе вязания игрушки только если этого не требует схема то есть если петли не закрываются до конца то не набиваю в самом конце игрушку детали игрушки у нас будет помимо этого этапа еще три этапа следующем этапе мы свяжем наконец-то наверное ушки либо не знаю посмотрим как пойдет в общем у нас всего будет 5 этапов 4 этапа по вязанию и 5 этап это сборка может быть еще как-то мы нашу игрушечку украсим в плане того что может свяжем и повязку крючком повязки либо снуд это все достаточно просто и легко вяжется но придает какую-то милость что-то необычные ваши игрушки да и детки у кого девочки например всегда же интереснее одевать и раздевать игрушку да и мальчики тоже любят поэтому мы для начала мы свяжем что-нибудь такое простое в будущем если я буду еще снимать такие видео мастер классы то путем с вами может какую-то одежду и вязать для игрушек игрушку в одежде это все это все будет зависеть от вашей обратной связи вот вашей отдачи и есть у меня конечно в планах и если все хорошо пойдет то перелить это видео на другой канал то есть открыть канал рукодельным и снимать там мастер-класс пишите ваши предложения по этому поводу как вам если будет отдельный канал там будет только про рукодельные про мои игрушки что я связала там будем вязать с вами мастер-классы также покупки какие-то для вязания будет вам такое интересно либо нет посмотрим как пойдет есть такие планы так довязываем наш ряд осталось у нас еще две петли итак один ряд провязали теперь нам нужно еще 14 таких рядов до 25 ряда включительно и встретимся с вами когда уже провяжем эти 14 рядов и так мы с вами провязали 25 рядов вот вернее 15 рядов по 60 петель в каждом и того на сейчас уже в вязании 25 рядов и сейчас у нас начинается начинается убавки мы уже практически на финишной прямой скоро закончим значит что делаем здесь я буду вам показывать наверное значит 26 ряд мы вяжем 12 столбиков без накида ставим сразу маркер чтобы ничего не потерять значит один 12 столбиков без накида а теперь делаем убавку убавка все полнена за две полупетли следующие рабочую нить протягиваем 2 петли на крючке протягиваем через них рабочую нить сделали теперь по следующей схеме вяжем 5 столбиков без накида убавка и повторяем данную манипуляцию 5 раз то есть 1 столбик 2 3 4 5 делаем убавку вот один раз есть теперь снова 1 2 3 4 5 делаем убавку это нас два раза и нам еще остается повторить эту манипуляцию три раза с мы с вами провязали дальше до конца ряда у нас остается 11 столбиков без накида и мы просто провязываем 11 столбиков без накида 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 все 26 ряд мы с вами провязали 27 28 ряд мы вяжем просто столбики без накидов 2 ряда в каждом ряду у нас 54 петли и в этом ряду у нас после убавок с вами остается 54 петли все давайте самостоятельно вы провяжите 2 ряда по 54 петли в каждом и так провязали 27 28 ряд по 54 столбика без накида просто без убавок без прибавок теперь у нас с вами 29 ряд и снова по той же схеме вяжем 11 столбиков без накида провязываем 15 лет 16 19 21 Дальше мы с вами вяжем убавку. И теперь у нас будет не 5 столбиков, а 4 столбика без накида, убавка. И так повторяем 5 раз, значит 1, 2, 3, 4 столбика, убавка. Второй раз, 1, 2, 3, 4, убавка. Третий раз, 1, 2, 3, 4, убавка. Раз, 2, 3, 4, убавка. Это у нас с вами 4 повтор и последний 5 повтор. Раз, 2, 3, 4, убавка. Так, и теперь до конца ряда снова остается 11 петель, провязываем просто столбики без накида. Провязали с вами 29 ряд, у нас с вами остается 48 петель в ряду. Теперь 30 и 31 ряд, вяжем 48 столбиков без накида в каждом ряду. Провязываем самостоятельно 2 ряда. Провязали с вами 30 и 31 ряд по 48 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 32 ряд. И снова у нас та же схема. 11 столбиков без накида. Я тут уже 4 провязала. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь делаем убавку. И дальше у нас идет схема 3 столбика без накида, убавка. Эту схему мы провязываем с вами снова 5 раз. 1, 2, 3, убавка. Теперь у нас осталось 10 петель. И эти 10 петель мы провязываем с вами просто столбики без накида. 1, 2, 3, убавка. 42 петли. 33, 34 столбик мы с вами провязываем. Снова 2 ряда просто столбики без накида. 42, 42 столбика без накида. В 33 и 34 ряду. Вот видите, просто как и предыдущие ряды. Я думаю, что вы у меня уже научились. Те, кто не умел. Кто умел, так тем более. И эти 2 ряда столбики без накида вы провяжете самостоятельно. Провязали мы с вами 33 и 34 ряд. Мы уже на финишной прямой практически. Нам осталось совсем чуть-чуть. И я решила наполнить наше туловище. Точно так же, как и поступали с головой. Кладем, руками распределяем по бокам наш наполнитель. И в центр добавляем еще. И так, пока вам не понравится. Пока вы не посчитаете, что достаточно наполнителя. Набиваем с вами нашу игрушку. У нас еще 6 рядов осталось. Но это уже ничтожно мало. Потом уже, когда довяжем эти 6 рядов, дополним. И основную часть мы сейчас с вами наполним. Так, вот здесь, где мы с вами делали убавки. Пять раз повторяли. Это у нас будет перед. Поэтому сюда немножко побольше наполните, чтобы спинка ровненько. А здесь небольшой такой животик. Вот. Значит, все. Мне пока достаточно. Теперь у нас с вами идет просто. Пять столбиков без накида. Убавка. Провязываем. 35 ряд. И так чередуем до конца ряда. Пять столбиков без накида. Убавка. Пять столбиков без накида. Убавка. Когда свяжете 35 ряд, у вас в ряду должно остаться 36 петель. И так продолжаем до конца ряда. Пять столбиков без накида. Убавка. Провязали с вами 35 ряд. 36 петель у нас в ряду. И теперь с вами вяжем 36-й, 37-й ряд. Снова просто столбики без накида. Два ряда. По 36 петель в каждом ряду. То есть, я думаю, это понятно. Застрять много внимания на этом не надо. Все такие моменты, которые, можно сказать, ну, возможно, где-то сложные для начинающих, я стараюсь показывать. И, как вы заметили, я вяжу левой рукой, потому что я левша. Я научилась вязать в марте 18-го года. До этого, не знаю, я умела вязать только на спицах, но крючок мне никак не поддавался. Потому что обучали нас все время на правую руку. В школе тогда интернета не было еще так, он не был так развед. И я не умела вязать крючком. Мама моя умеет вязать и спицами, и крючком, но как-то все у нас не складывалось. Обучение. Я так и не смогла научиться. Но прижалась ситуация. Нужно было делать ребенку поделку к 8 марта. И я решила, что сейчас или никогда. Я делала такую картину с цветами вязанными. Конечно, где-то они были коряренькие, но все-таки идея получилась. Я научилась вязать крючком, а потом решила вязать игрушки. Вот такая небольшая история. Поэтому, думаю, те, кто вяжет левой рукой, но крючком еще не умеет, я надеюсь, будет мое видео полезное и понятное. Потому что много нюансов. На правую нужно как-то смотреть. Я кучу видео перелопатила, прежде чем я поняла, как вязать. Не все видео подробные, не все рассчитаны на начинающих. Поэтому здесь с этим, конечно, сложнее. Но нет ничего невозможного. Я яркий тому пример. Потому что не умею вязать на протяжении 28 лет крючком. Никогда не поздно научиться. Так, ладно. У нас с вами заканчивается 36-й ряд. И остается связать еще 37-й ряд, 36 столбиков без накида. Итак, провязали 36-й, 37-й ряд. Теперь снова возвращаемся к нашим убавкам. 38-й ряд мы чередуем с вами. 4 столбика без накида и убавка. И в конце у нас должно получиться 30 петель. Здесь все просто. Нам остается совсем чуть-чуть. 1, 2, 3, 4. И мы с вами большие. Молодцы! Так, друзья, провязали мы с вами 38-й ряд. Теперь вяжем 39-й ряд, просто 30 столбиков без накида. 3 столбика без накида и делаем убавку. 4 столбика без накида и делаем убавку. 1, 2, 3, 3. Ставим маркер. И дальше у нас идет убавка. И так будем чередовать до конца ряда. 3 столбика без накида, убавка, чередуем до конца ряда. провязали в ряду у нас с вами 24 петли теперь вяжем сорок первый ряд сорок первый ряд 24 столбика без накида просто просто 24 столбика и после сорок первого ряда нам останется провязать всего два ряда и у нас будет готово тельце нашей игрушечки так 24 петли провязали 42 ряд сорок втором ряду мы вяжем по следующей схеме 2 столбика без накида убавка чередуй до конца ряда 1 2 упавка и в ряду у нас с вами должно остаться 18 петель провязали и сейчас с вами заканчиваем вязание вяжем 43 ряд в ряду у нас просто 18 столбиков без накида все последний ряд откректно просыпают ерд к Продолжение следует... Ну вот, теперь закрепляем нашу нить, просто делаем соединительный столбик в следующую петлю и еще раз для того, чтобы крепче, провязываю воздушную петлю. Вставляем достаточно длинный конец нити, потому что мы будем пришивать этой нитью голову к нашему телу. Протягиваем, затягиваем. Теперь нам с вами осталось набить наше туловище до конца. Берем наполнитель, наполняем и если не залезает, либо что-то не получается, соскальзывает, то смотрите лайфхак. Берете карандаш вот такой вот с резинкой и запихиваете. Заталкиваете наполнитель. Получается, что резинка не дает ему выскользнуть. И хорошенько набиваем. Вот видите, у нас тут вовпу кости, это наш животик. Вот, делаем. Здесь карандаш хорошо все заталкивает. И очень удобно, когда рука не входит. Надо набивать. Делаем красивую форму, придаем. Наполнитель за многое зависит, как вы набьете, какую форму вы придадите. Поэтому здесь тоже не расслабляйтесь. Просто закинуть и расслабиться не получится. В общем, делаем, распределяем, как вам будет удобно. Если вдруг там где-то набили, например, и что-то вам не нравится, какой-то бугорок, то можно засунуть крючок там внутри, крючком идти, распределить наполнитель, потом аккуратно достать крючок. И все, у вас там ничего не будет видно. Ну вот, две детальки у нас с вами готовы. Тело и голова. Пришивать, собирать мы ее будем в конце. Все вместе. Пока откладываем в сторону. Ждем следующей детали. Пишите в комментариях, если возникают какие-то вопросы. Давайте мне обратную связь, чтобы я знала, что я не зря снимаю это все. Спасибо, что были со мной. Ровных 7 петелек. Всем до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...